Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Сегодня 21 мая. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите в ближайшее время. Факты и цифры. Состоялись публичные слушания по бюджету за 2012 год. Кто здесь должник? Специалисты налоговой службы и судебные приставы вышли в рейд. Анапский пигмалион – лучшее на Краевом Олимпе. Об этих и других событиях подробнее. Очередной прием граждан по личным вопросам провел глава города-курорта Анапы Сергей Сергеев. Благодаря актуальным темам встреча с анапчанами получилась содержательной. Говорили о защите хрупких курортных экосистем, энергосбережений, антикоррупционной деятельности. О диалоге мэра с анапчанами в материале Вадима Родина. Директор анапского филиала РГСО Елена Цебулевская обратилась к главе с двумя просьбами. Первая – чтобы студенты университета проходили практику в администрации города. Вторая – просьба о поддержке в разработке программы противодействия коррупции в органах местного самоуправления. Эти вопросы, по словам Сергеева, в приоритете, поэтому ученые могут рассчитывать на помощь руководства города Анапа. Также директор вуза предложила пройти курсы повышения квалификации для сотрудников администрации по федеральной программе. Мы получили бюджетные места. Менеджмент организации в социальной сфере. Это и культура, это и образование, это и спорт. Курсы выстрелы на сколько рассчитаны? На год? На два? Ну нет, там в пределах восьми месяцев. На федеральный? Да, да, да. И получаем второй высший? Да, 90%... Я первый запишу. Семьи плач. 90% оплачивает федеральный бюджет и 10% оплачивает сам слушатель. А сам слушатель – это 3500 рублей. Александр Щеголев представил проект по очистке Анапской бухты. С проблемой загрязнения моря отмершими водорослями сталкиваются во всем мире. Но действенного метода борьбы пока, по словам изобретателя, не найдено. Прототип, собранный из подручных средств, был опробован в Анапской бухте и весьма успешно. Метод, который предлагает ученый, воздушно-пузыряковый. Компрессор, находящийся в лодке, подает воздух под давлением в систему трубок, в которых проделаны множество отверстий. Наполненные воздухом миниатюрные пузыри стремятся вверх и увлекают камку за собой. Снаружи их подхватывает пылесос. Сказать точнее, специальное устройство, способное в себя втянуть всплывающий вверх из глубины воздушной шары. Само море от уреза береговой полосы является федеральной собственностью. Сегодня я не могу рассматривать по своему статусу какие-то мероприятия на водной плаве. Это прерогатива Российской Федерации. И выступать на чьей-то стороне, не будучи специалистом в этой области, я права не имею. Я вас послушал, мне это все интересно, но я знаю, чем заканчивается вмешательство в природу. Я буду с горожанами обязательно советоваться, можем ли мы Анапскую бухту использовать в качестве эксперимента. Скажут горожане, да. Будет. Также в ходе приема обсуждались вопросы максимального использования в курортной Анапе возобновляемых источников энергии. А руководители анапских таксопарков попросили помощи Сергея Сергеева в борьбе с бомбилами, которые не только мешают работать лицензионным таксомоторным предприятиям, но и затрагивают вопросы безопасности дорожного движения и налоговых поступлений в бюджет. Мэр Анапа заинтересован в создании честной конкуренции во всех сферах курорта, поэтому необходимая помощь честным перевозчикам будет оказана. Вадим Родин, Александр Криневский, Анапа-регион. Бюджет муниципального образования пополнился на 26,9% по сравнению с 2011 годом. Об этом доложил начальник финансового управления Евгений Царев на совещании, которое провела вице-мэр Светлана Яровая. Цифры и факты в материале Алины Гумировой. В публичных слушаниях по отчету об исполнении муниципального бюджета за 2012 год 32 участника. Во вступительном слове председателя Оркомитета по проведению публичных слушаний первый заместитель главы Светлана Яровая отметила, что рассматриваемый бюджет был социально направленным. Благодаря этому была повышена заработная плата работникам бюджетных отраслей, производился ремонт муниципальных зданий, дорог, освещение населенных пунктов. С отчетом об исполнении местного бюджета за прошлый год выступил начальник финансового управления администрации Евгений Царев. Он отметил, что с 1 января 2012 года здравоохранение перешло на финансирование краевого бюджета и территориального фонда медицинского страхования. Поэтому в бюджет Анапы перестали поступать некоторые доходы. Так от нас ушел транспортный налог полностью, 100% в краевой бюджет. От нас ушли штрафы и поступления от этих мероприятий, связанных с транспортным обслуживанием. Это государственная пошлиность, пошлина, штрафы. Наибольший удельный вес в общей сумме собственных доходов занимает налог на доходы физических лиц – 33,2%. Также к основным источникам, формирующим бюджет города-курорты, относятся земельный налог – 22,7% и единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 9,7%. Расходы бюджета города-курорта за 2012 год исполнены в объеме 3,126,5 млн. рублей, что составляет 98,1% расходов, утвержденных решением Совета муниципального образования о бюджете на 2012 год. Главным бюджетным получателем у нас является управление образованием. На его долю приходится 46,9% всех расходов, 16,5% из расходов на ЖКХ, 12,9% на здравоохранение, 8,1% на культуру и молодежную политику. Впервые в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы обеспечения жильем молодых семей три молодые семьи получили социальные выплаты на приобретение жилья. Оказана материальная помощь собственникам жилых домов, пострадавшим в результате подтопления хутора УТАЖ. За счет краевого бюджета были направлены значительные средства на дошкольное образование. На эти цели было расходовано у нас на 31-й садик на Зоринку и 45-й Виноградинка 5,2 млн. И значит на выполнение муниципальных заданий у нас содержится 42 дошкольных детских учреждений и на их содержание было направлено 340,3 млн. рублей. С экспертным заключением по рассматриваемому вопросу выступил начальник контрольно-счетного управления Совета муниципального образования Александр Грибанов. Он отметил, что отчет соответствует требованиям бюджетного законодательства и достоверно отражает результаты финансово-хозяйственной деятельности главных администраторов бюджетных средств за 2012 год. Выступающие обратили внимание членов оргкомитета на то, что в 2012 году не полностью выполнены программные мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства и по развитию физической культуры и спорта. Первый замглавы Светлана Яровая поблагодарила выступающих и отметила, что при исполнении местного бюджета текущего года все запланированные мероприятия в этих отраслях будут выполнены. Алина Гумерова, Андрей Стародубцев, Игорь Куршаков, Анапа. Регион. За паспортом к депутату. Документ, удостоверяющий личность, анапчане впервые получили в торжественной обстановке. В приемной депутата Законодательного собрания Краснодарского края Николая Иванюшкина. Поставив подпись в основном документе страны, ребята получили паспорт. В будущем на его страницах будут появляться новые записи. Отметка прохождения военной службы, штамп ЗАГСа и список детей. Помните всегда, где бы вы ни находились, вы граждане Российской Федерации. Поверьте, такое удовольствие доставляют, когда бывают за рубежом, и кто-то к тебе нечаянно подходит и говорит, вы из России, с такой радостью, как будто ты самый близкий родственник. Я очень хочу пожелать вам, чтобы вы никогда не забывали своих родных и близких, чтобы вы не росли иванами, не помнящими родства. Надо всегда помнить свои корни, историю нашей страны. Также ребят поздравил председатель Совета ветеранов Анапы Анатолий Гапонов и председатель Анапского отделения политической партии «Единая Россия» Валерий Полчининов. Новоиспеченным гражданам Российской Федерации вручили памятные подарки. Откройте судебным приставом. Межведомственная комиссия провела рейд. Специалист налоговой службы и судебные приставы попытались достучаться до сознательности анапчан. О том, как прошел рейд, расскажет наш корреспондент Наталья Пухальская. Достучаться до сознательности оказалось непросто. Первое препятствие на пути к совести налогоплательщиков – ворота, калитки и двухметровые заборы. Еще одна проблема – мертвые души. Зарегистрированы по адресу или прописаны, но не проживают. Налогоплательщик Гордеев числился по адресу улица Шевченко, 252. Восемь лет назад был временно зарегистрирован по адресу. Уже приходили к нам с бумажечками. Вам приносили документы? Нет, на извещение повестки. Женщина приносила извещение. А он ранее здесь проживал или кто? Он является родственником? Сколько я тут работаю, я не видела такого, не знаю. Следующий адрес – улица Шевченко, 163. Красивая гостиница с башенками. Среди должников по налогам несостоятельных анапчан мало. Специалисты вывели закономерность, чем выше доходы анапчан, тем больше долги по налогам. Хозяйка гостиницы задолженность не признала. Бизнес закрыла почти полгода назад. Откуда долг – не знает. Судебные приставы дают 10 дней, чтобы погасить платеж. Такой же решающий срок и для хозяина дома номер 97 на улице Ленинградской. Пока судебные приставы арестовали имущество при понятых. Было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства. Ну и вот теперь уже мы приехали сами к должнику составляемого актописи ареста имущества, которое предложил должник. Шесть телевизоров, шесть кроватей и шкафов. Холодильники – тоже шесть штук и бильярдный стол. В счет уплаты долга. Если за 10 дней хозяин не оплатит налог, с имуществом придется попрощаться. Описывают и арестовывают мебель, бытовую технику, кроме необходимой. Если холодильник в доме один, его вряд ли арестуют. Компьютер для школьника судебные приставы тоже считают необходимостью. Идут навстречу нарушителям, хотя сами на понимание другой стороны не рассчитывают. Должники общаться не хотят. По-разному. Кто-то открывает, кто-то не открывает, кто-то шумит, кто-то кричит. Но с законом предусмотрена в данном случае мера. Мы вправе заходить в дом к должнику, арестовывать имущество. А он уже в свою очередь вправе обжаловать наши действия, если они как бы незаконны. Когда суммы значительные, налогоплательщики чаще всего так и поступают. На Пенерском проспекте хозяин коммерческой организации должен в местный городской бюджет почти 900 тысяч рублей. И это не единственный случай, когда юридические лица уклоняются от уплаты налогов. Специалисты налоговой службы даже свой рейтинг составили на первом месте по уклонению юридические лица организации. На втором – жители сельских округов. Замыкают тройку владельцы гостиниц и домов отдыха. Наталья Пухальская, Роман Карпов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. В Анапе завершился финальный этап краевого фестиваля конкурса «Планета детства». Для участников были проведены разнообразные игры, соревнования и творческие конкурсы. Вместе с детьми и подростками в состязаниях принимали участие их родители и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних. Об итогах конкурса Алина Гумерова. На муниципальном этапе «Планеты детства» в борьбе за победу все желающие смогли проявить свои умения и навыки. Конкурс вовлекает детей и подростков в интересные формы досуга, развивает у них творческие и физические способности, пропаганду здорового образа жизни. Это интересно тем, что сегодня наши организаторы подумали и позаботились о том, чтобы были соревнования нетрадиционные, чтобы они были интересными. На физкультуре есть и бег, и эстафета, есть прыжки в высоту, в длину. Ну а то, что сегодня делают ребята, оно предполагает присутствие такого, прежде всего, это спортивного духа, командного духа, чтобы ребята чувствовали, что победить можно только вместе. В соревнованиях приняли участие не только школьники города и района, но и те подростки, которые стоят на учете. Ребята состязались в двух этапах – Суворовский редут и Высший пилотаж. Первый этап оказался силовым. Здесь нужно было проявить и ловкость, и скорость одновременно. Высший пилотаж, здесь, наверное, чистая удача, везение и какие-то навыки, потому что здесь нужно сидя, ездить на скейте, кататься на велосипеде, бросая мячики. Ребята показали хорошие спортивные способности, свою дисциплинированность и активность. На протяжении всего мероприятия присутствовал дух соперничества, но, несмотря на это, дети были очень дружны и поддерживали друг друга громкими аплодисментами. Я считаю, что хорошо, что есть такие соревнования, которые собирают всех школьников, участвуют учителя, проводят такие мероприятия, поскольку надо развивать спорт в России для того, чтобы побеждать на Олимпиадах. Завершилось мероприятие церемонии награждения. Третье место в конкурсе заняла 14-я школа. Серебряным призером стала школа номер 11. О звании победителю достались ученики первой школы. Сильнейшая команда выступит в зональном этапе планеты детства, который пройдет в Анапе. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Игорь Куршаков, Анапа-регион. В Сочи прошел четвертый международный фестиваль-конкурс молодых независимых театров «Пространство молодых». Анапа представлял театр-студия «Пигмалион». Руководитель студии и бессменный сотрудник телеканала «Анапа-регион» Александр Ребец и педагог по сценической речи Гаяна Визерян выбрали для актеров постановку «Вредные советы и не только» Григория Остера. В итоге единое мнение жюри. Анапский коллектив отметили специальным дипломом в номинации «Лучший ансамбль фестиваля». Анапские актеры на первом своем выступлении выступали под первым номером и стали первыми среди лучших. На этом все. После короткой рекламы прогноз погоды на завтрашний день, который выходит при поддержке партнера стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро, не переключайтесь. Дентальная имплантация – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможны эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. В среду 22 мая в Анапе сохранится теплая солнечная погода. Температура воздуха в дневные часы 23-25 градусов тепла, ночью около 19. Ветер юго-западный – 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 19 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300.